Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие к этому часу. Современный госпиталь откроется в Самаре. В 2018 году первых пациентов примет перинатальная клиника. Фонтанов много не бывает. Еще одно гидротехническое сооружение появится на Малдогвардейской в сквере возле Шанхая. Новые дворы за миллиард рублей в Самаре запустили федеральную программу благоустройства. Основатель клиники «Мать и дитя» готов расширить медицинское присутствие своей компании в Самарском регионе. Предварительная договоренность об этом достигнута на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума. Строительство многофункционального комплекса уже на завершающей стадии. В медучреждении будет оказываться широкий спектр услуг от решения проблем бесплодия до полной диагностики всех членов семьи. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Инвестиции составили более 3 миллиардов рублей. Планируется, что первых пациентов госпиталь примет весной 2018 года. Проект очень важный для людей и для Самарской области. Может быть, там не только будут, скажем, пациенты из Самарской области, а может быть, из соседних регионов, потому что это очень центр. Сейчас добавляется оборудование. Тоже новость дополнительная, еще более, скажем, современная и для более широкого спектра обследований людей. И для нас это будет такая базовая точка в медицине, которая будет и притягательной, и престижной. Мы закончили общестроительную работу. Мы как раз вместе с Николаем Ивановичем принимали эти общестроительные работы. И во всю идет прокладка коммуникации дороги к госпиталю. Я подчеркиваю, что наш клинический госпиталь будет находиться в очень важном районе, там, где будет проходить чемпионат мира по футболу. К первому сентября в Самаре заработает еще один фонтан. Решение обустроить гидротехническое сооружение принято на месте. Жители дома по улице Молодогвардейска обратились к главе города восстановить фонтан в сквере возле Шанхая. Олег Зверев тоже оценил масштаб преобразований. Работы в сквере в самом разгаре, но уже сейчас видно, что это будет совсем иное качество. О том, чтобы провести реконструкцию территории, жители говорили как минимум последние 10 лет. И вот теперь у города появилась возможность навести здесь порядок по столичным стандартам. Все-таки рядом Ледовый дворец, цирк, губернский парламент и этот сквер визитная карточка города. Это очень переменно, это очень хорошо. Появились деньги, пришли к вам. Да, это очень хорошо. Да, мы хотели сказать огромное спасибо администрации. Да. Это заслуга губернатора, сразу скажем. Мы все как бы в единой системе управления. В первую очередь заслуга губернатора. Долго ждали. А наша задача с вами проконтролировать, чтобы все было качественно. Ну, хочу сказать, что действительно общественность, проживающая здесь, в доме, там, Молодогвардейской уже давно высказывался о пожелании по поводу реконструкции сквера. Сквер на улице Молодогвардейской станет, как это и было исторически задумано, одной из главных достопримечательностей Самары. Здесь будет уложено новое плиточное покрытие, обустроены зоны отдыха и цветочные клумбы. 1 сентября все работы должны быть завершены. Капитальный ремонт идет с тахановскими темпами и лишь внезапно начавшийся дождь на время останавливает работы. И уже на месте принимается новое решение. Жители дома напротив дворца спорта представили главе города старые фотографии, где видно, что раньше здесь был еще и фонтан. Что значит общественная инициатива? Жители дома обнаружили фотографии этой улицы, где ведь мы явно видим фонтаны. Раз они здесь были, их нужно восстановить. Мною дано поручение проработать сумму затрат, выяснить сумму затрат на устройство фонтанов и представить эскизное решение. Дан срок неделя, через неделю мы вместе с общественностью посмотрим, что у нас получается и по определению сметы будем искать деньги. Не менее важным для центральной части города является и сквер 30-летия Победы на Самарской площади. Глава города осмотрел, как идут ремонтные работы. По словам строителей, фонтан, который был разобран, находился в аварийном состоянии. Все конструкции металлические были уже сгнившие, трубы тоже не надлежащие состоянии, сгнившие. Все необходимо было менять и коммуникации, и саму чашу фонтана, и он обретет просто вторую жизнь. Он будет в том же практическом исполнении, только уже с применением новых технологий. В том, что фонтан в обновленном виде будет намного лучше старого, сомнений нет. Ко дню города он может быть уже запущен. Вот только пока идут работы, подрядчик не удосужился оградить это место, что недопустимо. По организации работ только есть замечания, значит, надо огораживать более тщательно. Вот посмотрите бы еще каски, спецовка, ботинки. Я думаю, здесь можно много нарыть нарушений. Вы организация, которая позиционирует себя как лучшая организация в области. Значит, следите соответствующим образом. К летнему сезону в Самаре уже запущены 35 фонтанов. Но счет к новым гидротехническим сооружениям будет продолжен. И прежде всего на тех улицах, где исторически уже были фонтаны, их необходимо только восстановить. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Около миллиарда рублей потратят на благоустройство дворов в регионе. Их приведут в порядок по федеральной программе. Главное условие участия в ней, чтобы с инициативой вышли жители. Дворы и детские площадки, которые требуют реконструкции, есть и в Самаре. Их состояние проверили активисты Общероссийского народного фронта. С жителями пообщалась и Алина Чемерис. Трехлетний Дима рассекает по двору на игрушечной машине только под пристальным контролем мамы. Играть на детской площадке во дворе дома по улице Революционная, говорит женщина, опасно. По рассказам жителей на каруселях, качелях и горке дети не раз получали травмы. Юлия Савельева и другие мамы устали ждать помощи от управляющей компании и обратились в Общероссийский народный фронт. Я хочу, конечно, переделать эту площадку, сделать для детей, чтобы дети могли здесь играть, выходя из дома, также резвиться. Если это не получится, тогда просто это все убрать, срубить, чтобы дети не получали травмы на этих площадках. Это невозможно. Какая горка? 90 градусов. Это разве можно с такой горки кататься? Здесь можно убить. Здесь уже и ноги дети ломали. И все, что угодно. Площадка отвратительная. Качели на цепях. Это что за качели? Это же ужас какой-то. Они качели. Детскую площадку на революционной решено взять на контроль. Внимание требует и двор на улице Гагарина. На зеленой полянке деревянный стол и старые футбольные ворота. Территория неблагоустроена. Привести ее в порядок жители хотят по программе «Комфортная городская среда». С таким покрытием, какое есть на площадке, можем просто переломать ноги. Наша территория не освещается. Столбы со времен СССР стоят перекошенные. Дорога у нас тоже разбитая, она выбоина. Торчащие колодцы, парковки у нас нет для машин. Программа по благоустройству городской среды проходит по всей стране и рассчитана до 2022 года. В Самаре на ее реализацию из федерального бюджета направят почти миллиард рублей. Чтобы двор преобразился с инициативой, должны выйти жители. Обязательно провести общественное слушание. Что должно появиться во дворе, детская площадка, лавочки, беседки, необходимо решить с учетом всех пожеланий. Очень важно, чтобы это проходило неформально на бумаге, а действительно проводились общие собрания собственников. Жители должны обязательно сформулировать свой проект на бумаге, нарисовать его и четко описать те формы, малые архитектурные формы, формы спортивных сооружений, детской площадки, которые они планируют для размещения на данной территории. Составить смету жителям помогут сотрудники районных администраций. Все документы нужно будет потом передать в администрацию города или муниципалитетов. Контролировать реализацию проекта по благоустройству городской среды на всех этапах будет Общероссийский народный фронт. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других событиях дня. Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте разыскивает неизвестного, который в ноябре 2016 года совершил покушение на кражу. Он попытался снять деньги с карты, похищенный им ранее у пассажира поезда номер 348, сообщением Санкт-Петербург-Самара. Всех граждан, располагающих информацию о человеке, изображение которого вы видите на экране, просим сообщить по телефону на экране или по телефону 02. Конфиденциальность гарантируется. Найдены целыми и невредимыми в Самарской области завершились поиски 14-летней Елены и 15-летней Лианы Валайтис, которые 30 мая ушли из дома в поселке Южный в Большеглушицком районе и пропали. Как сообщили волонтеры, в четверг вечером девочки нашлись, они живы и здоровы. Подробности того, где школьницы пропадали все эти дни, почему не выходили на связь с родителями, не раскрываются. Ураган не прошел бесследно. В четверг вечером без крыш в селе Ясная Поляна Шанталинского района остались 10 домов. Кроме того, повреждены линии электропередач. Пострадавших нет. По словам местных жителей, сильный дождь с ветром был в Шантале. Картину надвигавшегося Смерча видели и над селами, находящимися рядом с Ясной Поляной. Но там Смерч прошел стороной. В Самаре стартовал ремонт остановочного пункта Ягодная, который располагается в микрорайоне Крутые Ключи. Там собираются обновить платформы. В связи с этим Самарская пригородная пассажирская компания просит горожан быть внимательнее и осторожнее при высадке и посадке на электричке. Напомним, станцию Ягодная, которая сейчас располагается параллельно улице Устинова, собираются перенести ближе к улице Мира. На новой станции появится административное здание с залом ожидания, кафе и магазинами. Также обустроят перроны, а рядом построят автовокзал и подземный пешеходный переход. Сотрудники Росгвардии в Тольятти задержали молодого человека, который подозревается в краже старинных монет у родной сестры. Он уже являлся подозреваемым по уголовному делу за кражу телевизора у родителей. Во время патрулирования экипаж вне ведомственной охраны получил сообщение о том, что в квартире дома на улице Лизы Чайкиной пропало имущество. 42-летняя женщина предположила, что к исчезновению коллекции 40 юбилейных монет и швейной машинке причастен ее брат. 19-летнего молодого человека задержали в ближайшем дворе. Подозреваемый рассказал, что швейную машинку сдал в ломбард, а набор монет продал неизвестному на рынке. Как же течет река Волга? Фотографы Андрей Востров и Валерий Бездрученко ответили на этот вопрос и показали снимки каждой области, через которой протекает величавая река. Уникальные кадры они представили на своей выставке «Волга с высоты птичьего полета». Красоту реки любовался Андрей Горгуленко. От истока, где бьет маленький ручеек до широкого разлива Каспийского моря. Волгу во всей красе представили Андрей Востров и Валерий Безрученко. Самое сложное, признаются фотографы, выбирать снимки для выставки из десятков тысяч фотографий. О каждом месте хочется рассказывать отдельно и сказать о том, что какая-то из них наиболее близка, очень тяжело. На каждую фотографию смотришь, и она каждый раз что-то тебе дает, какие-то воспоминания свои особенные, именно связанные с этим моментом. Фотографы Андрей и Валерий на двоих имеют почти 30 лет творческого стажа. За это время собрали уникальную коллекцию фотографий с Алтая, с Кавказа и даже с Плата Путорана и Северного Ледовитого океана. Но свою выставку решили посвятить родной реке. Мы решили все-таки сделать дань великой реке, на которой мы живем, и отфотографировать ее все от истока до устья. Ну и убедились в том, что мы живем на самом деле в самом прекрасном месте, в Самарской луке. Это действительно жемчужина нашей Волги. Было бы интересно показать ее людям, как она выглядит с саты птичьего полета, вся целиком. Выставка пришлась по душе посетителям торгового центра. Можно и покупки сделать, и насладиться прекрасными видами. Мне понравилось все, потому что это интересно, познавательно, и влюбляешься в свою родину еще больше. Виды величавой реки будут радовать посетителей до конца июля, а если выставка будет пользоваться высокой популярностью, то ее обязательно продлят. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. Сегодня православные верующие чтят память святителя Алексея, митрополита Московского и всей России чудотворца, а также небесного покровителя Самары. В этот день в городе традиционно проходит крестный ход от Покровского собора до часовни святителя на речном вокзале. До этого литургию отслужил митрополит Самарский Тольяттинский Сергий. Первый раз в крестном ходе участвует? Первый раз. Почему решили? Водушевилась совсем недавно. Примером струковных ходов, крестных ходов в других регионах. Это очень важно. В Самаре никогда не было крупных каких-то страшных событий, войн. Мне кажется, это заслуга большая святитель Алексея. Он покровитель города Самары, святой, который предсказал, что на этом берегу будет большой город Самары, который всегда будет под его покровительством, и все невзгоды обойдут его стороной. Новым главным тренером футбольного клуба Крылья Советов стал Андрей Тихонов. До этого он тренировал Красноярский Енисей. Специалист хорошо знаком с самарской спецификой. Он выступал за Крылья Совета в пять сезонов и был однажды играющим тренером. Позднее работал помощником главного тренера Спартака и Краснодара, а с июня 2016 года возглавлял Красноярский Енисей, который в прошедшем сезоне занял третье место в футбольной национальной лиге, но уступил Тульскому Арсеналу в стыковых матчах за выход в премьер-лигу. Мы пришли к выводу, что Андрей Тихонов будет для Самары вариантом лучше. Он готов работать не один год, если все будет нормально складываться для клуба и для детского футбола. Но у него уже сегодня есть опыт, тем более он знает нашу специфику и есть наработанный опыт, который позволит команде нашей помочь. Театр Грань из Новокуйбышевска взял две премии на 15-м фестивале театров малых городов России. Церемония награждения состоялась 1 июня в Тобольске. Грань представил спектакль «Король лир» в постановке Дениса Бакурадзе. Премию «Лучшая женская роль» получила Юлия Бакурадзе за роль Регана и Шута. Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» стал Сергей Позняков за роли Эдмонда и графа Кента. А вот о чем расскажут мои коллеги в наших следующих выпусках. Бизнес и общество планы на будущее обсуждали на заседании городской общественной палаты. Протеус в действии в поликлиниках города заработала новая система безопасности от внутрибольничных инфекций. Выставка юбиляра известный самарский фотограф рассказал о жизни и о себе. На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok